Аллахуакбар, Аллахуакбар, Аллахуакбар. Всем ассалам алейкум. Меня зовут Султан Трамов. И я один из миллиона паломников, которые в этом году, к сожалению, не отправились в хадж. Несколько месяцев назад вот у этой стойки я стоял счастливый и оформлял свой билет на святые земли. Но, увы, так сложились обстоятельства, что не суждено нам всем было отправиться в хадж в этом 2020 году. У меня есть несколько вопросов к генеральному директору компании MarvaTour касательно хаджа 2021. Поэтому, я думаю, вам тоже будет это интересно. Булат Курбанов, жди, я отправляюсь к тебе. Булат, дайте, пожалуйста, свою оценку решению Саудовской Аравии в этом году не принимать паломников. Ну, на самом деле, для Саудовской Аравии это было очень тяжелое решение. Подтверждением это является то, что они очень долго тянули вообще с принятием этим решением до последнего момента. Мы практически были уверены, что хадж все-таки состоится, и с определенными ограничениями, но что он состоится. И в последний момент, буквально за 4 недели до первого вылета, Королевская Аравия принимает решение о том, что хаджа не будет. Но, конечно, с определенной мерой, с долей понимания мы к этому отнеслись, потому что решение принято не на ровном месте, не на пустом месте. Ситуация складывалась таким образом, что действительно паломники могли быть в зоне риска, находясь там, совершая паломничество. Потому что совершить хадж без скопления людей в каких-то локальных точках невозможно. Там при всем желании соблюсти эту социальную дистанцию было бы невозможно. И, конечно, я думаю, Санкт-Петербург думал об этом, думал о последствиях. Понимали, что на них лежит огромная ответственность. Ответственность лежит не только за граждан своей страны, но и за всех пребывающих со всего мира паломников. И это могло привести к каким-то, конечно, серьезным последствиям в плане распространения этой болезни. И ответственность легла бы на Саудии. Думаю, они с тяжестью, с трудом, с нежеланием, но приняли, взвешивали очень долго, но приняли решение, которому есть, в принципе, объяснение. Вы следите сегодня за ситуацией, что происходит в Мекке, в Медине, и каковы ваши прогнозы на возможность дагестанцев посетить Святые Земли? Как скоро это произойдет? Да, конечно, следим. Следим по двум причинам. Одна из них — это тоска, которая нас вынуждает постоянно смотреть прямой эфир, наблюдать за тем, как проходил сам Хаш, наблюдать эти кадры. Другая причина — это то, что очень большое количество людей ждут, на самом деле, этой информации. Им интересно, когда Саудия откроет границу. Сейчас на данный момент в очень таком ограниченном формате Хаш состоялся. Было небольшое количество людей, совершивших Хаш. Это те лица, которые уже находились в Саудовской Аравии. И сейчас по завершению Хаджа, думаю, Саудовская Аравия с технической точки зрения полностью готова к тому, чтобы начать принимать уже паломников на Малый Хадж. Но я думаю, они сейчас будут следить, наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация именно уже с заболеванием у них на территории, с пандемией. Мы надеемся очень, что примерно к октябрю все прояснится, и Саудия разрешит гражданам прилетать для совершения паломничества. Мы тоже технически уже к этому готовы. У нас есть согласованные рейсы с октября месяца. Надеемся, что с октября уже паломники будут прилетать. Возможно, Саудовская Аравия ведет какие-то новые требования к паломникам, связанные с их здоровьем, с какими-то дополнительными сертификатами о том, что они не болели, либо переболели, либо что они не из тех, кто могут быть переносчиками, то есть они не контактировали с другими лицами. Возможно, все это будет, но в целом Саудовская Аравия не заинтересована, конечно, осложнять паломничество, делать его трудным для людей. Я думаю, они постараются так с минимальными дополнительными требованиями, но открыть границу уже для наших паломников. А как вы думаете, вот помимо справок о том, что человек, въезжающий в Саудовскую Аравию, не является носителем тех или иных болезней, вирусов, с какими еще трудностями могут столкнуться люди, совершающие хадж? Я думаю, первое время будут определенные ограничения по посещению некоторых мест. Вполне возможно, и также будет контролироваться социальная дистанция. То есть это будет заметно, я думаю, в основном при пересечении границы, это в аэропорту, при прохождении паспортного контроля, это при транспортировке паломников на автобусах. Возможно, будет рассадка с таким достаточно большим расстоянием между каждым пассажиром. Ограничения могут быть, как бы, новые правила могут быть именно такого характера. Но в целом передвижение паломников по городу с целью совершения самого паломничества, совершения основных обрядов, которые связаны с малым паломничеством, здесь, я думаю, никаких ограничений паломников не будет. И вполне возможно, что заселение в номерах в гостиницах будет более такое свободное. То есть будет такое требование, что не более, к примеру, двух человек на один номер. Вполне возможно такое. Тоже к этому готовимся. Но каких-то, я не думаю, что кардинальных каких-то они изменений будут, какие-то будут выносить изменения кардинальные, которые прям сильно осложнят человеку совершение полночества. Главный вопрос, который интересует всех, ну, наверное, многие уже получили разъяснение, но тем не менее, что произошло с теми паломниками, которые в этом году планировали посетить хадж, но у них не получилось, ну, как бы, что вы с ними делали? Возвращали билеты, ну, то есть средства, или как-то вот можно было перенести? И если перенести, то на следующий год нужно ли будет доплачивать? Можно как-то вот разъяснить в этих? Да, конечно. Сразу, как появилась информация о том, что СОСКОР отменил их хаж, были люди, которые задавали этот вопрос. Достаточно большое количество людей планировали и хотят сохранить за собой бронь на следующий год. Есть некоторые люди, которые все-таки желают получить возврат. Мы, учитывая и то, и то пожелание, даем возможность на выбор нашим паломникам. Либо они сохраняют за собой бронь, и в этом случае мы сохраняем за ними курс валюты, по которому они производили оплату. А это курс ниже, чем тот курс, который есть сейчас. Он значительно ниже. Большая часть паломника оплачивали. Это в начале года, когда курс был порядка на 7-8 рублей аж дешевле, чем тот курс, который сейчас. Сохраняется курс, плюс мы объявили цену на 2021 год. Мы не знаем еще окончательную цену, которую Саудия объявит, но мы объявили цену, исходя из тех требований, которые уже Саудия ввела, а это повышение НДС. С 5 до 15 процентов по новым законам Саудской Аравии введен НДС. Соответственно, это повлияло на стоимость услуг. Именно эту разницу мы добавили к той стоимости, которая у нас была в 2020 году, и объявили эту как предварительную цену на 2021 год. И всем тем, кто хочет сохранить за собой бронь, мы дали возможность сохранить прежний курс и доплатить только вот эту разницу до 1 сентября, эту разницу между стоимостью 2020 и 2021 года, который составляет для прямого рейса около 200 долларов, для комбинированного рейса около 100 долларов. В случае полной оплаты до 1 сентября за полонником забронируется его путевка, и последующее подорожание хаджа, ожидаемое подорожание, уже на него не влияет. То есть он уверенно ждет просто начало следующего. А тот, кто, например, чьи средства у вас не находятся? До 1 сентября он оплачивает предварительную цену хаджа 2021 года, за ним эта цена фиксируется, и последующее подорожание уже на него не влияет. Что касается тех, которых хотели получить средства, то здесь, конечно, определенный порядок возврата средств. Люди обращаются с заявкой о том, что они хотят получить свои средства, либо наличным, либо безналичным расчетом, и в порядке очередности они средства обратно получают. Конечно, этот процесс не быстрый, так как сама ситуация такая очень сложная. То есть в последний момент отменен хадж, процесс возврата средств из Саудовской Аравии, в России, и возврата уже в компании паломникам, он занимает определенное время. Сейчас, на самом деле, идет процесс возврата этих средств. Заключительный вопрос. Где можно получить консультацию? По любым вопросам. Ну и особенно, конечно же, для тех, кто никогда не был еще на святых землях, чтобы как-то пройти подготовительный курс. Может быть, есть видео, аудио, книги, сайты. Что можете порекомендовать? И я думаю, наши телезрители будут очень вам благодарны за это. Конечно, первый контакт, который производит паломник с нашей компанией, это наш колл-центр, либо это офис приема документов. Здесь ему предварительную информацию все необходимое дают, разъясняют. Далее, уже ближе к хаджу, обычно по нашей схеме, как это выстроено, подготовительный период к хаджу, ближе к хаджу проводятся курсы с паломниками. Там встречаются группы руководителей рейсов с паломниками, и все эти вопросы в течение трех-четырех собраний с ними обсуждают. Помимо этого, для паломников выпускают с нами брошюры, короткая хаджа, где коротко и достаточно доступно разъясняются все необходимые правила по совершению паломничества. Есть видеоматериал, ежегодно ваш телеканал снимает процесс хаджа, и просмотреть эту серию любого практически года, посмотреть серию хаджа тоже даст достаточно большой объем такой информации о том, как вообще атмосфера, как проходит вообще хадж. С канонической точки зрения можно получить эту информацию у того же руководителя группы, которая будет назначена для этого паломника. У нас есть Инстаграм, очень активный Инстаграм, где человек постоянно в режиме онлайн какую-то информацию получает о том, как идет подготовка к хаджу. Есть сайт, планируется у нас выпуск очень много еще литературы интересной по ЗИРА, там по Мекке, по Медине. Это ближе к хаджу уже будет это все выпускаться. Максимально стараемся до паломников довести информацию так, чтобы он к хаджу был уже готов для совершения хаджа. Ну что ж, спасибо большое, что уделили нам время, Влад. Думаю, что это наша не последняя встреча, так как вы анонсировали октябрь, ближе к октябрю, наверное, мы с вами еще увидимся. Спасибо. Салам алейкум. Салам алейкум.